Всю крышу раскрыли полностью. И начало, как обычно у нас. Чего ждали, чего боялись, то и получилось. Ливень. И вы посмотрели, что тут было. И плакали, и истерики были. В Хвалынске впервые за два года зашли подрядчики на ремонт крыш. Аукционы прошли еще в мае. Вроде бы события позитивные. Но нет. Подрядчик по трем домам ООО «Современная строительная технология» стянул все на осень со всеми вытекающими отсюда последствиями. Жители дома номер 169 по улице Революционной уморяли начать ремонт летом. Но толку не было. Вот видите, долгов у нас нет. Мы платим добросовестно, ежемесячно, в надежде на то, что нам помогут сделать. И с 17-го года мы вот этого капитального ремонта ждем. Мы этой Марине Владимировне все лето названивали. Когда, когда. А нам все. Вот в понедельник. Вот в понедельник я пришлю. Вот в следующий понедельник. Вот бригада уже завтра выезжает. Но мы же верим. Уже и сроки все вышли. А работам конца и края нет. Такое промедление подрядчик списывает на пандемию и отсутствие строительных материалов. Но если в эту причину можно было поверить в мае и июне, то уже в середине лета большинство ограничений сняли. Производители и поставщики строиматериалов вернулись на рынок. Мы, как администрация, приезжали сюда неоднократно. И за весь период этих работ, которые должны были выполнены, у нас здесь несколько раз менялись работники. С чем это связано, руководитель подрядной организации это не объясняет. Наверное, внутренние их какие-нибудь проблемы или ситуация. Прошедший дождь затопил квартиры с пятого по первые этажи. Замглава Ихвалынского района Дмитрий Петров сам живет в этом доме. Поэтому переживает не только за состояние квартир своих соседей, но и за свое имущество. Но даже это не спасло дом от наплевательского отношения подрядчика. Субподрядчики меняются, но за качество работ своих предшественников они не отвечают. Почему затягивать сроки, не могу ответить. Со вчерашнего дня мы проступили к завершению работ строительных, как субподрядной организации. Сейчас проводим плановое заливание бетонной крыши. До этого были не мы, мы только со вчерашнего дня подписали договор субподряда. Все, что касается демонтажа, в наш объем работы не входит. У нас уже крайняя часть работы – это монтаж самого покровного материала, пирог и уже заделка люков, оцинковки, парапетов, воздуховодов, там, отшукатурить воздуховодов, накрыть их металлическим крышкой. А вы только на этом доме работаете или на трех остальных? Нет, этот дом и Разина 45, Степана Разина 45, там тоже мы субподрядчики. То ли этот субподрядчик не все докладывает администрации района, то ли скрывает, но в этом списке домов, кроме революционной 169 и Степана Разина 45, которые остались в ливень с открытой кровлей, есть еще один – Красноармейская 107. И по информации, которая предоставлена в администрацию района и фондам капремонта, и подрядчикам, там все хорошо. По Красноармейской 107 на сегодняшний день завезены материалы в полном объеме, но крышу пока еще не вскрывали. Сейчас будет ставиться вопрос о продлении данных видов работы, если это будет все возможно, на весну 2021 года. Ну, чтобы люди не попали так же, как вот жители 169-го дома по улице Революционному. Решение будет принимать уже фонд капитального ремонта и непосредственно подрядная организация, которая выиграла данные виды работы. Но оказывается, участь затопленных квартир постигла и этот дом. Здесь подрядчик вскрыл кровлю над одним подъездом, но и этого хватило, чтобы последствия дождя почувствовали все жильцы. Все по подъезду, сверху, по лестнице, по электрощитовым приборам, по всем пощетчикам, все этот поток воды ручьем шел вниз. Все с ведрами, здесь подъезд весь, по всем квартирам черпали эту воду, вытаскивали, выплескивали сюда, собирали, дождь шел, собирали. Система начинала коротить, как и говорила Ксения Григорьевна. Электрик наш выключил не только наш подъезд, но выключил весь дом. Влага из подъездов и квартир уходит медленно из-за того, что погода уже прохладная. Из-за постоянной сырости отваливаются обои и вздуваются полы. Вся стена шла, все вот, вот, и там вот все, все сыро. Вот здесь вот высохнет, придется все передвигать и все поднимать туда дальше, потому что там вода. В некоторых квартирах уже по три дня коротит электричество. В подъезде до сих пор влага в электрощитовых. Здесь вот женщины ползали, убирали воду, потому что здесь тоже было по щиколотку воды. А это первый этаж получается? Это первый этаж. Здесь вообще река текла? Да, да, здесь река текла. Вот она спрятала, по всему этому. Свой автомат снял, такой вот переворачивший, там гром стол с него. Я бы что-то включать собрался. В этом доме имя, фамилию руководителя подрядной организации знают все жильцы, потому что сигналы СОС они посылали этой чудо-женщине много раз. И только волшебный пинок от председателя Госдумы Вячеслава Володина заставил подрядчика зашевелиться. Конечно, Володин сразу же откликнулся, были вопросы с его стороны. И здесь быстро приехали субподрядчики вчера. Буквально мы тоже так же с ними поднимались, осматривали крышу, сказали да, что все мы сделаем. Какая-то будет стяжка, которая там не будет долго сохнуть, она быстро там все это засыхает. Но по какой-то там технологии мы обрадовались. И буквально вчера вечером приезжает кран, и вот этот субподрядчик говорит, что мне не разрешили ремонтировать вашу крышу. Мы говорим, почему? Звоните, пожалуйста, я человек маленький, звоните, пожалуйста, Марина Владимировна. На что Марина Владимировна сказала? Что мы ваш объект, ваш дом до весны оставляем до весны. Фонд капитального ремонта может и разрешил подрядчику перенести сроки ремонта крыши в этом доме. Но знают ли там, в далеком Саратове, что часть кровли уже сняли, просмотрели и заделали тяп-ляп, и что теперь каждый дождь будет оборачиваться водопадом в подъезде, а зимой в щели будет проникать растаявший снег. В Хвалынске несколько лет наблюдались проблемы с ремонтом крыш. В самом районе подходящих организаций нет, а иногородние не очень хотят заходить в маленький городок. В этом году из-за пандемии и отсутствия заказов подрядчики берутся за любую работу, лишь бы было чем выплачивать зарплату работникам. Но почему же в Хвалынске сразу несколько домов оказались в заложниках у недобросовестного саратовского подрядчика, который взялся за ремонт, но потом просто наплевал на обязательства? Где был фонд капитального ремонта, когда затягивались сроки работ? Вопросов много, но ответов на них жильцы получить не могут.